Поехали! Путь его долгий и тернистый. Поднять велокультуру в Нижнекамске непросто, но можно, уверен Райс Шайхов. Для этого есть велодорожки, большое желание, поддержка администрации и намеченные планы. Здесь вот где пешеходный переход через проспект Мира. Будет нанесена специальная разметка, будут поставлены соответствующие знаки и здесь появится велопереезд. То есть велосипедистам не придется спешиваться и пешком переходить через дорогу. А еще на велодорожках появится специальная разметка, знаки и, возможно, изменятся условия велопроката. Не нужно будет оставлять в залог паспорт, а совершив поездку, надо будет вернуть велосипед в ближайший пункт проката. Все данные занесут в общую базу. В Альметьевске с развитием велокультуры ушли намного дальше. Там при помощи специального мобильного приложения можно узнать, где стоит ближайший велосипед. Также с помощью телефона его разблокировать и ехать по своим делам. Час проката такого велосипеда стоит всего 20 рублей. Это делается для того, чтобы жители города Альметьевска пересели с общественного и личного транспорта на двухколесный. Сократив автомобильные поездки всего на 5%, количество выбросов в атмосферу сократится на 14 тысяч тонн. Это аналогично посадке примерно 600 гектаров леса. А еще это экономия семейного бюджета и улучшение здоровья. В нашем городе для любителей двухколесного транспорта условия есть. Новый парк Велики – еще один шаг к развитию велодвижения. Здесь будут пункты велоброката и планируется веломастерская, чтобы люди могли приезжать сюда свои велосипеды, обслуживать, ремонтировать. Появятся в парке Велики и собственные музеи велосипедов. Сейчас в нем идут ремонтные работы. Часть экспонатов закупят другие, на время привезут из других коллекций. Возможно, свою экспозицию представит город Углич. Тут будут различные экспонаты, в том числе исторические велосипеды. Велосипеды, на которых катались наши мамы, даже, может быть, дедушки. В общем, будет интересная экспозиция. Ну а 17 мая активисты Нижнекамского велодвижения призывают горожан присоединиться к всероссийской акции на работу на велосипеде. И показать на собственном примере. Ездить на нем удобно, легко и очень полезно. Лилия Горова, Евгений Лозаев, Новости НТР.